Площадь перед ДК «Россия» освобождена от ларьков. На этой неделе было исполнено судебное решение по иску мэрии к фирме «Рекламный мир». Она была арендатором земельного участка под ярмаркой. Теперь договор аренды расторгнут. Не секрет, что «Рекламный мир» традиционно связывают с именем депутата Гордумы Олега Комарова. Есть у территории перед ДК и другие интересанты. Прежде всего, это предприниматель Александр Расличенко. Споры между ними длились не один год. Доходило до публичных разборок, взаимных оскорблений и даже обвинений чиновников мэрии в коррупции. Однако ликвидация ярмарки – это лишь первый шаг к преображению самого сердца Ленинского района. По-прежнему работают ржавеющие палатки вдоль трамвайных путей. Там же процветает стихийная торговля. Добираться до стадиона «Сокол» приходится через ряды дачников с помидорами, огурцами и прочими дарами природы. Да и пристройки к рынку «Элвис», которые залезают в охранную зону ДК России, а он является памятником архитектуры местного значения, пока продолжают работать. Вообще, в Саратове с лальками беда. Несколько лет назад при политической воле тогдашней городской власти ситуацию удалось переломить. Центр города в основном от этого наследия 90-х очистили. Яркий пример – Аллея Рос. На крайних дела намного хуже. Вдалеке от глаз начальства появляются новые торговые палатки, старые продолжают работать, даже когда по ним уже принято судебное решение. В общем, ларечники наносят ответный удар. Самый свежий пример – территория рядом с политехническим колледжем. Палатки от учебного заведения убирают, но они появляются снова. Вот это чудо архитектуры стали возводить прямо на этой неделе. Видно, что будущий ларек отъел у прохожих часть тротуара. В районной администрации о ларьках знают, но пока ничего поделать с торговцами не могут. Собственник не проживает на территории России. В решении суда указано – демонтировать три павильона. Вот три павильона он демонтирован. Остальные нет. А остальные в решении суда не указано. А вы новое решение направили? Суд направили еще? Вот сейчас мы предоставили все документы вместе с сотрудниками АЗа, выходили на место, составили на всех протоколах. С нами было три сотрудника полиции, три сотрудника АЗа, четыре сотрудника администрации. Мы составили два протокола, собрали все договора аренды. Он им на основании договоров аренды предоставляет эту землю в аренду, которая, по сути, его не является. Писали в СПГС, чтобы они подняли договор на основании чего там работают два моряка с мороженым, мясники. Ну, то есть, отключить их от электричества, попробовать. Вот. И прокуратура сейчас готовит материал для передачи в суд. Такие интересные подробности вскрываются в ходе рейда рабочей группы, где обсуждался вопрос исполнения судебных решений о сносе незаконных построек. Его участники – представители службы судебных приставов, городской администрации, администрации районных, а также депутаты Саратовской гордумы. Ларьки – только часть этой работы хозяева палаток идут на самые разные ухищрения, чтобы сохранить свою собственность. К примеру, на пересечении Лунной и Деловой под снос должны пойти пять ларьков. Палатки периодически убирают, далее они либо перемещаются по земельному участку, либо уже в новом виде возникают на освободившемся месте. В этом случае у нас уже было исполнительное производство, вот эти ларьки также стояли. Судебный пристав исполнитель привлекал к административной ответственности Дожняка, взысканный был испанский сбор. После чего Дожник самостоятельно убрал. Здесь ларек был, здесь убрал. У нас есть фотографии, которые приобщены к материалам исполнительного производства, что самостоятельно объект убрано отсюда. Но впоследствии он поставил. Исполнительное производство, которое было окончено по законным основаниям, было возобновлено. У нас предусмотрено это законом, требованием закона. И сейчас проводится работа по обязанию Дожника, эти объекты демонтировать. Арендатор земли на Лунной не скрывается, уверяет, что жильцы близлежащих домов против сноса ларьков. Люди привыкли, достаточно долгое время тут была ярмарка. Стояли павильончики, приходили люди, в частности вот этот рыбный павильон, который сейчас уже давно закрыт, вы обратите внимание, что он без света, без всего. Его сейчас будут демонтировать, там нет никакого товара. Приходят бабушки, берут пенсию товарную. Все очень удобно. Всем это комфортно, всем привыкли. Это удобно для ветеранов? Это не удобно. Вы говорите, тут удобно было ярмарку. Нет, это неудобно. Вот и сейчас-то, я думаю, не очень. А если это зимой, вот туда подниматься и здесь все вот такие вот постройки. Мы обратились, мы обратились. Вот, посмотрите. Мне кажется, даже небезопасно. Да, вот обратились, вот копии постановления, чтобы нам предоставили участок с аукциона. Копии постановления. Вот указали про то, что я вам сейчас говорил. То есть мы хотели взять его с аукциона и построить. Нет, это место нормальное для торговли? А? Для торговли? Да. А чем оно ненормальное? Ну, дорога рядом. Назвать цивилизованной нынешнюю торговлю на Лунной язык не поворачивается. В дождливую погоду здесь непролазная грязь. Да и ассортимент павильонных товаров не отличается от того, что продается в магазине напротив. Помещения, где он расположен, оказывается принадлежат тем же бизнесменам. У вас большой магазин, а почему нельзя ассортимент там торговать? А кто-то хочет на ярмарке покупать. Они считают, что люди дешевле. Торговля цивилизованная должна быть? Я с вами полностью согласен. Я только за. Вот организовываете здесь? Я только за. А почему только не организовать цивилизованную торговлю? Ну, потому что у вас есть вот большое помещение, приспособленное на торговлю. Там туалет есть, наверное, и вода. Все условия отопления. Ну, зачем вам вот это? Еще один незаконный торговый объект в заводском районе на Новоастраханском шоссе напротив колледжа водного транспорта, строительства и сервиса. Магазин с амбициозным названием «Московский» должен пойти под снос. Торговлю в нем уже не ведется. На двери замок. Должник уведомлен на возбуждение исполненного производства. Привлекался к административной ответственности. Смерт взысканный исполненский сбор. Смертное исполнение принято. Объект будет снесен, если должник самостоятельно не примет меры к сносу. А вот на выезде из Саратова работы по сносу незаконной постройки в самом разгаре. Рабочие разбирают бывшее кафе «Марани» в районе Гусевского моста. С 2016 года исполненное производство находилось на исполнении. Здесь два должника. Площадь объекта, которая должна быть снесена, превышает 880 квадратов. Должник неоднократно, если быть точным, 22 раза они привлекались к административной ответственности. Мы прекрасно понимаем, что сумма тех штрафов, которые есть по полторы тысячи каждый, для должника, если он извлекает выгоду материальную, они незначительны. На снос объекта требовалось 5 миллионов рублей. Собственник решения суда не исполнял. Приставам найти такие деньги не удалось. Помощь в поиске специализированной организации оказал муниципалитет. Еще несколько лет назад борьба с незаконными ларьками и павильонами в Саратове велась более активно. Как считает депутат городской думы Евгений Чернов, сейчас властям Саратова стоит пересмотреть подход к решению проблемы. Служба судебных приставов – это, наверное, заключительный орган, который уже получает документ, что необходимо это демонтировать, снести. До этого момента есть решение суда, которое тоже период определенный проходит, разных инстанций, это определенное время. Есть какая-то допертензионная работа, но чтобы вот этого не было, здесь члены рабочей группы у нас сходятся к определенному мнению о том, что есть блок в администрации города, в администрациях района, который необходимо, чтобы более ответственный подходил, когда начинается возведение таких конструкций, строений и на этом этапе уже, чтобы потом эту работу не создавать другим органам, чтобы он на этом этапе, соответственно, контролировал, пресекал, поднимал шум, если просто быстро это необходимо, нельзя сделать определенно, чтобы другие органы подключались, да, потому что то, что мы видим на сегодняшний момент, появляется за ночь что-то, появляется за два дня, а потом годами мы с этим боремся. В ходе рейда рабочая группа посетил еще один знаковый объект, так называемую библиотеку Элвиса. Это один из активов семьи предпринимателя Александра Росличенко. Здание незаконно возвели на федеральной земле. Сноса объекта добиваются несколько лет. Наша съемочная группа и участники рейда убедились, собственник своими силами начал исполнять судебное решение. Сейчас знаменитая библиотека с джакузи разбирается, она уже лишилась крыши. Правда, до этого должник 33 раза привлекался к административной ответственности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова